Друзья, всем привет! Сегодня мы немножко отвлечемся от наших внутренних событий. Хотя тема связана эзотерически, как оказывается, с той самой бахмутской мясорубкой. Я думаю, вы сегодня уже прочитали у нашего источника в канале Гиперборея, то, что та негативная энергия, которая была собрана всякими мистическими управленцами мира, она должна где-то найти свой выход. То есть что-то такое должно произойти, где-то что-то должно такое бахнуть. И вот первое бахнуло во Франции. В новостной ленте пока встречаются новости оттуда, я даже несколько из них перепостил в канал Злой Эколог, чтобы вы обратили на них внимание. А я вам сейчас расскажу, как я подглядывал за тем, что происходит во Франции через Телеграм. Все-таки Телеграм штука хорошая. И есть там такое, что если у вас установлен язык русский в настройках, то, переходя на какой-то иностранный англоязычный, или в данном случае франкоязычный канал, у вас сразу автоматически выходит перевод. Есть такая функция в Телеграме. И вот я этой функцией очень удачно воспользовался. Я всю ночь сегодня наблюдал за тем, что творится во Франции. И если сравнивать мятеж Пригожина, как у нас происходил, да, и то, что сейчас происходит во Франции, еще большой вопрос, где события разворачиваются поинтереснее, что ли. Так можно назвать. Значит, смотрите, в одном из Телеграм-каналов запостили ссылку на Телеграм-канал французский. Там больше 20 тысяч подписчиков. Я ради интереса подписался, так как прошел на этот канал, у меня сразу вышел перевод. И мне стало крайне любопытно, поскольку новости приходили чуть ли не каждую минуту. Я специально зашел на этот канал и посмотрел, что он из себя представляет. Это, по сути, обычный новостной канал, которых у нас достаточно много. Вот посмотрите, видео я вам демонстрирую, новостную ленту, да, то есть идут новости, вот в сетях распространяются призывы к мести в городах Франции. Районы Нантера этим вечером полыхают от огня после гибели молодого 17-летнего водителя. Но это еще новости позавчерашнего дня. Вот видите вы, да, тут видео, новости идут. И вот уже ближе к вечеру, ну у нас была ночь, вот показывают 2 часа ночи, это по оренбургскому времени, а это время французское, и при том еще 28-го числа, то есть это глубокий вечер такой во Франции. Вот смотрите, идут комментарии, появляются какие-то видео здесь с горящими автомобилями. Но это все еще 28-й, дорогие друзья. Вот смотрите, кадры с французских городов. Я пока не зачитываю, сейчас мы перейдем к 29-му, и я начну зачитывать. Потому что 28-го это была как бы предтеча событий, только-только разгоралась. А вот 29-го поперло по полной программе. Вот вы смотрите, есть комментарии какие-то. 28-го новости из рубежа, тут Байден показан, да, собачки какие-то. И вот начинается у нас 29-е июня. Разбор полетов идет за прошедшую ночь. Я вот как раз подписался на этот канал. И тут понеслось. Продолжающиеся беспорядки в районе Вальдар-Джатей. Очень напряженная ситуация сегодня вечером в Рубе. Столкновения возобновились в Нантере, когда полицию запустили фейерверком. Огромный пожар между Парижским двором и Аньером. В Иссе-Ле-Мулино произошли ожесточенные столкновения. Полный хаос в Нантере. Огонь распространяется повсюду. В Клише слышен мощный взрыв. Много пожаров начинается. Пожарные в районе Парижа полностью перегружены. Все более ожесточенные столкновения над Нантером, под Нантером. В сетях полиция жестко нападает на Эммануэля Макрона, Жерарда Дарманина. Макрон отпускает полицию. Полиция освободит Макрона. Ну, это перевод, понятное дело, что маленько кривоватый, но понять суть можно. В то время как районы погружаются в хаос, Эммануэль Макрон был замечен сегодня вечером на концерте Элтона Джона. То есть критикуют они Макрона. В настоящее время под Тулузой звучит огромная тревога, которая будет многих жителей. На стадионе TFC будет происходить вторжение. Несколько вертолетов жандармерии в настоящее время летают над районом Парижа. Самолет национальной полиции также летает над островом Франции. 18-е почти недоступно в районе Парижа из-за большого количества звонков с сообщениями о пожарах. Пожарные просят не перенасыщать линии. Ну, 18-е имеется в виду пожарная телефонная линия. Возле Каламара горит трамвайная линия. Продолжающееся нападение на полицейский участок Монтрелия. В настоящее время в социальных сетях распространяется видео линчевания полицейского в Банье. Официального подтверждения пока нет. На снимках мы видим чиновника на земле с тяжелым ранением в голову. Продолжающееся нападение на полицейский участок Трап. Префектура Нантер в настоящее время находится под прицелом. Использование минометов и коктейлей Молотова. Также атаки подверглась ратуша Монтрея. В Нантере замечены армейские грузовики. Автомобили муниципальной полиции сожжены в Эланкурии. Полицейский участок домарили лис, и полицейские машины горят. Большой взрыв заснял местный житель в Клиши. Полицейский участок домарили лис охвачен пламенем. Сообщается, людям также удалось украсть оборудование. Продолжающееся нападение на полицейский участок сектора Медеск в Рубе сообщается о начале пожара. Это ГТА в Ла-Корни-Ву. Люди пользуются беспорядками, чтобы попытаться угнать грузовик. Водитель въехал в машину, чтобы выйти. Начальная школа Анджела Дэвис в Безоне была сожжена. В настоящее время сирены оповещения населения звучат в районе 92. Ратуша Монсан-Борреля на севере была разграблена и сожжена. Бросать коктейли Молотова в CRC в Нантере, который отмечает огнем. Уничтожение камер видеонаблюдения Винье-Сюрсен из дробовика. Нападение также подвергся полицейский участок Жен-Вилье, начало огня. Ситуация также хаотична в Колумбе. В настоящее время люди пытаются проникнуть в следственный изолятор Фрессен. Сообщается о пожаре в тюрьме Фрессен. Раид идет на место. Ну, спецотряд. Нападение и разграбление полицейского участка Медона. Все автомобили муниципальной полиции НИИ-Сюрмарн были подожжены. Столкновение с полицией вспихивает в парижском районе Бельвиль. Многие магазины в парижском регионе в настоящее время подвергаются разграблению. Сегодня полная анархия. Банкоматы вырезаются болгаркой. Профсоюзы полицейских сообщают, что этим вечером у них явно не хватает персонала. И они нападают на Жеральда Дарманена. Они обвиняют министра внутренних дел в том, что он не осознал серьезности положения, мобилизовав лишь 2000 полицейских и жандармов. Некоторые подразделения также осуждают нехватку баллончиков со следозаточивым газом. И пополнение запасов, которые ожидаются на местах. Сиерси покидают район Пабло Пикассо под обстрелами. Им не удается навести порядок. После нескольких часов боя и столкновений у них почти не осталось боеприпасов. Растерянный полицейский пытается укрыться в здании. Участники беспорядков с гордостью появляются в снэпчат с полицейским снаряжением украденных из полицейских участков. Пилоны камер видеонаблюдения вырезаны болгаркой в Гаянкурие. Супермаркет Лидл в Атерлоссе был разграблен, затем подожжен. В Нанторе сгорел центр Энадис. Пожарные эвакуируют сектор из-за опасности взрыва. В городах Атис Монс угнали автобус. Автомобиль кружил над городом, прежде чем оказался в пилоне камеры. В свою очередь сгорел полицейский участок Сэрси. Полный хаос в мегаполисе Лилля. Минометный обстрел вызвал пожар в квартире в Виллербане. Несколько раненых. Полицейский Стар Трувиля отвечает на минометный огонь из огнестрельного оружия. Взрыв самодельной бомбы в Нанторе. Полицейский, оказавшийся изолированным, преследовался и подвергся минометному обстрелу в Нанторе. Мятежники угнали грузовик, а затем подожгли. В мэрии недалеко от Валиенса было подожжено здание. Мятежники, да? Обратите внимание. Это вторая ночь беспорядков. Ума помрачительна. Ущерб значительный. Никакой экстренной реакции от МВД. Единицы, оставленные иерархией. Несуществующая логистика для пополнения запасов людей на земле. Когда вы увидите гораздо более существенное устройство для бесполезных маршей CGT, что-то не так. Закрываю комментарии. Пора немного отдохнуть. Невозможно все проконтролировать. Это уже в 8 утра по моему времени. Ну, у них там часов, наверное, в 5. Ну, и дальше пошли уже комментарии. Это уже новости дневные, получается. Прокуратура ходатайствует о заключении под стражу сотрудника полиции, который произвел смертельный выстрел. Ну, там из-за чего у них все завертелось. Это полицейский там кого-то убил. То есть, наподобие того, что происходило в Америке, когда полицейские придушили одного чернокожего. Ну, и все. Вот пока за день опять текстовые сообщения. Ну, и как вам, дорогие друзья? Я так думаю, что этой ночью во Франции было гораздо интереснее, чем у нас. Даже если брать во внимание то, что происходит на Украине. Слова даже прозвучали такие, как мятеж, да? А здесь, дорогие друзья, дело вот в чем. Вначале я сказал, что та энергия негативная, Гавах, не знаю, наверное, можно ее назвать, которая была собрана в Бахмуте. Она сейчас, так как такая змея, витает в пространстве, да, и во времени. И ждет своего места, куда можно впрыснуть этот яд, который был получен вот от этой негативной энергии из Бахмута. И вспомните, дорогие друзья, фрагмент из фильма про Шерлока Холмса и доктора Ватсона «Пестрые ленты», когда он там постучал палочкой, и та змея, которая выползла из другой комнаты, вернулась обратно и ужалила того, кто эту змею запускал. Вот примерно то же самое сейчас происходит во Франции. Помните, как Макрон суетился, и Франция однозначно принимает какое-то участие, да, на стороне Украины? Вот сейчас эта змея энергетическая вернулась и укусила Францию и непосредственно самого Макрона. А если вы обратите внимание на тот пост, который я сделал еще до того, как я обратил внимание на вот эти вот происходящие беспорядки в канале «Злой эколог» в Телеграме, то вы увидите, как президент Кении очень активно критикует Запад, рассказывает, что нам больше не нужны ни МВФ, ни Всемирный банк, нам нужна новая финансовая архитектура, в которой управление власть не находится в руках немногих, новая организация равных. Дела идут не вперед, а назад, и вы нас не слышите. И именно обращаясь к Макрону он это говорит. То есть я бы посчитал, что не зря появилось это видео, как бы так все совпало, да, синхронно. И вот уже страны Африки, которые долгое время страдали от колониальной зависимости, от той же Франции. Ну и мы можем посмотреть, кстати, на кадрах, кто именно принимает участие в этих беспорядках во Франции. И там, как правило, люди с кожей цвета, как у президента Кении. Так что большой вопрос, что стоит за этими беспорядками во Франции на эзотерическом уровне. Я вам сказал, как это можно воспринимать. И еще один эзотерический аспект. Дело в том, что Франция – это родина Лайолы. Это человек, который создал вообще орден иезуитов. И вот как раз по его родине и прилетело. Потому что иезуиты однозначно играют достаточно серьезную роль в том, что происходит на Украине. И вот вам, пожалуйста, ответочка такая. Так что вот так, дорогие друзья. Рекомендую пользоваться возможностями телеграма. Вот я, например, с интересом сегодня наблюдал, что происходит во Франции. Я так думаю, что есть телеграм-каналы и немецкие в свое время. Я тоже, кстати, подписывался на какой-то немецкий канал. Ну и на английском языке. То есть можете заглянуть в мир через телеграм. Такая это хорошая штука, этот месседжер. И в заключение еще хочу сказать, что энергия вот эта вот негативная, собранная в Бахмуте – это только вот первые такие моменты, первые события, где эта энергия находит свою точку выхода. В России не получилось. То есть наши, я так понимаю, эзотерики, которые находятся во власти, смогли купировать эту ситуацию. С мятежом у Пригожина ничего не получилось. Есть, кстати, еще информация хорошая. Но на завтра уже выйдет ролик с этой информацией. И будет где-то еще. Выйдет эта энергия еще в каком-то месте. Посмотрим, как далее будут события развиваться во Франции. Но там реально просто беспредел. Можно было бы списать там на желтых жилетов. Однако не под флагом желтых жилетов это все происходит. Можно было бы сказать, что Франция все время бастует. Но сами французы пишут, что это что-то невероятное. Была атака на… Основное как бы началось с чего? Это атака на полицейские участки. Очень похожа, очень такая серьезная можно провести аналогию с тем, что происходило в США. Можно даже сказать, что такое повторение того, что произошло в Америке. Сейчас вот что-то очень и очень похожее происходит во Франции. Думаю, что еще там не закончено. Посмотрим, как эту ночь переживет это государство европейское. Ну а у меня пока на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok